Привет, друзья! Очередной маленький урок о таких словах позитив и негатив. Множество бизнес-тренеров, людей, которые занимаются образовательной деятельностью, они говорят, что все должно быть позитив, позитив, это надо все позитивно, позитивно, негатив не принимаем и так далее. Я знаю вот такую штуку. Меня, допустим, мой учитель такому научил и учил, что позитив мы скрываем, а негатив отдаем. Как так? Как это может вообще такое быть? А вот в каком это контексте? Допустим, что-то негативное, то есть как негативное, вот обида на кого-то пошла у нас, ну что такое тяжелое. Мы взяли это зерно, посадили, не сказали человеку. Вот зерно потихонечку прорастает в земле, дает свои корни, потом вырастает, растет, бум-бум-бум-ки, дал оплод. Вот эта ситуация нам, то есть ссора какая-то, какое-то недовольство, какие-то эмоции, какие-то мысли лишние и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы это зерно посадили, оно проросло, оно дало свой какой-то вот такой, потом следствие, оплод. Вот. Это называется, вот приняли на себя, взяли себе. Теперь, как это работает, допустим, с позитивом. Позитив, что-то хорошее, деяние мы сделали, я не знаю, кому-то помогли, сделали милостыню, доброе дело маленькое, перевели бабушку через дорогу. Мы, то есть взяли зерно, посадили, наша жизнь это поле, видите, поле с зернами. Посадили маленькое зерно, и да, надо ему дать возможность прорасти, прорасти, не сразу рассказывать об этом, или там, вот, там, фотографировать в фейсбук, я такой хороший, я такой, дело, вот, посмотрите на меня. Это мы взяли, достали просто его, все, ну как, результата не будет. А нам надо результат, что такое результат? Вот, результат это определенный процесс, который закончился, вот, вот, х ситуации теперь сделали, посадили, вот, записали. Очень просто работает. Я на таком мега простом языке это все объясняю, вот, как оно, как оно устроено, вот, как делаю я, по крайней мере. Конечно, есть, я такой нормальный человек, как я, у которого есть, слава богу, семья, у которого есть эмоции, у которого есть, тоже, видите, холодильник, который надо продукты туда ложить, потому что кнопки нету, вот, чтобы там продукты появлялись. Мы работаем, мы живем в социуме, мы каждый день соприкосноваемся, соприкосновение у нас идет с новыми людьми, со старыми людьми. Это, это нормально, наша жизнь, вот эта реакция такая. Но, всегда надо смотреть через призму, через призму, как я могу быть лучше сегодня, своя версия, сегодняшняя, вчерашняя версия, как я могу сделать что-то, как я могу не повторять то, что я сделал, если я увидел плохое. Вот, как, как это все делать? Допустим, вот это, когда мы молимся, когда мы делаем молитву, у нас маленькие веревочки связываются в одну мощную веревку, одна мощная, и правда, сундук тяжелее удержать на тоненькой, легче на такой веревке плотной. Так вот, знаете, надо это делать, я не призываю никого там к движениям каким-то, молиться или что-то так, я, это человек должен внутри сам чувствовать и понимать это. Это, где ему брать, вот, духовный бензин, где ему брать силу, где ему сегодня подключиться к каналу вот этому, к Творцу, к Всевышнему, вот, какой псалме ему прочитать, если пойди знай, вот это все, это все нас учат наши учителя, учат люди, которые делятся с кем. Я всегда очень рад каждому человеку, кто хочет со мной чем-то поделиться. Так что, если есть какие-то у вас пожелания, чтобы чем-то поделиться, что-то сказать, напишите комментарий, буду очень рад. Вот, всем вам хорошего дня.